Прежде всего, хотелось бы извиниться за то, что в такой замечательный день мы вас заставили нас слушать. У них урок всё равно. Но если бы нас не было, вас бы всё равно чем-нибудь другим заставили заниматься. Да, поэтому мы попытаемся, чтобы вам было по меньшей мере весело. Поэтому мы расскажем про книжку, которую мы написали с Игорем, и ответим на ваши вопросы, расскажем, что сейчас в России происходит. Если вам это, конечно, интересно. Если интересно, мы можем рассказать, что у вас в Америке происходит. Поэтому я хотел бы, чтобы мой товарищ Игорь начал, рассказал немножко про книжку, а потом я уже, вдохновлённый его рассказом, продолжил бы. Да. Я сразу вам скажу, что, по-моему, это где-то на обложке уже было, о том, что эта книга состоит из 20 глав. Почему 20? Потому что в русском ящике водки 20 вот так. Здесь, по-моему, 12, насколько я припоминаю. И это одна из разниц между странами. Это метрическая система и американская. Также и по количеству бутылок. Наверное, может быть, действительно это вредит о том, что мы пьём больше как-то. Эта книжка названа «Ящик водки по 20 бутылкам». Это 20 лет, которые, на наш взгляд, охватили некую эпоху, которая началась с первым томом книги в 1982 году, когда умер Леонид Ильич Брежнец. А он сказал «Сиски-май-сиски». У него было такое выражение «Сиски-май-сиски». Знаете, что такое «Сиски-май-сиски»? Систематически. Еще он говорил «Сиски-сраные». И работники мясокомбинатора говорят «Мы будем работать над улучшением качества сосисок». Вот вы говорите «Сосиски-сраные». Он говорит «Нет». А он хотел сказать «Социалистические страны». Я специально подрезаю брови, потому что они у меня вырастают большие, как у Брежнева. Игорь тоже с Восточной Украины, как и Брежнева. Ну извините. И вся беседа сводится к тому, что как я похож на Брежнева и так далее. Не являясь его родственником. Так вот, эпоха, по нашему пониманию, началась новая. В 1982 году, потому что, когда умер Брежнев, то как-то это все начало потихоньку рассыпаться. Вот эта вот так называемая диктатура, так называемое авторитарное правление. Я уж не знаю, как коммунизм, социализм. Развитой социализм. Да, развитой социализм. То есть эта система начала уже дальше сыпаться. Все это выглядело как клоунада такая. Каждый год был новый руководитель. Сначала Андропов, потом через несколько месяцев он умер, Черненко, и потом только Горбачев. Да, и говорили, кто будет следующим генеральным секретарем за Черненко? Нет, его отец. Вот такие вот эти вещи. Следующий генсек легко было определить по тому, кто возглавляет комиссию по организации похорон. Если он руководитель организации похорон, значит он следующий руководитель страны будет. Да, хотя мы помним в мафии в итальянской, тот, кто убивает Дона, уже не может быть Доном следующим, будет кто-то другой. Потому что Дон не может убить Дона. Да, и эта эпоха 20 лет, на наш взгляд, закончилась с 9-11. То есть до смерти Брежнева мир имел одно лицо, он имел некоторое определенное устройство, которое было отменено. Ну, не в день смерти Брежнева, конечно же, но в это время, да. Началась совершенно другая эпоха в мире. И с 9-11 опять-таки эта эпоха закончилась, началась какая-то другая. Ну, мы потихоньку уже начинаем замечать какие-то признаки этого нового мира. Да, вот какая-то там паника в одних странах, подъем в других странах. Новые войны, новая конфигурация, новые отношения, новые страны, ну и так далее, и так далее. И самое замечательное, что совершенно случайно в середине этих 20 лет была еще одна важная вещь, да, это 1901 год, это отмена Советского Союза, да, его крушение. Ровно в середине. Ну, что является еще одним доказательством нашей правоты и доказательством красоты нашей концепции. Вот так вот мы тонко и мудро придумали. И чем эта книга может быть интересна, вот как раз именно вам, словистам американским, это, естественно, взглядом, который вы не найдете больше нигде. Вы сможете найти множество учебников по истории, можете найти множество мемуаров, которые будут рассказывать о политических событиях, да, о каких-то там тайнах Мадридского двора, подводных течениях, каких-то тайнах и секретах. Но мы выбираем из этого длинного списка политических событий только те, которые реально задевали, ну, что называется, простых людей. Касались жизни простых людей или же такие события, которые нам казались смешными, ну, при всем, может быть, их там, трагизме. И мы описывали не только жизнь страны за это время, то есть 10 лет Советского Союза и 10 лет уже новой России, да, 10 плюс 10. Но мы и описывали каждую свою жизнь и события из нашей жизни. Интересно, что у нас очень такие контрастные судьбы, что называется. А Альфред, он происходит из ссыльных немцев, которые были, его семья была сослана в 41-м году с началом войны, в восточный Казахстан, ну, с тем, чтобы немецкие войска уж точно туда не дошли, да, и чтобы советские немцы не стали служить у Гитлера. Ну, видимо, такая была задумка. Затем он выучился на экономиста и работал в правительстве, а после стал серьезным бизнесменом. У меня, то есть у него, мы видим, что у него такой жизненный путь, да, определенный, да, там ссылка, наука, те дела. А Ленинград, Питер, Москва. Я же, со своей стороны, наоборот, украинец, да, это восточная Украина, там, откуда, Брежнев, как мы знаем. И Хрущев. Хрущев, да, великие люди. Дальше я... Троцкий. Выучил Троцкий. С Херсона. Троцкий, мы говорим о хохлах. Да-да-да, а Троцкий не хохол? Троцкий, нет. Судя по фамилии, видимо, поляк. Да, польская фамилия. Потом я выучился на журналиста и работал в разных газетах, журналах. То есть я жил совершенно другой жизнью, чем Альфред. И, собственно, вот это интересно, что мы были взяты такие два примера. Два примера частных жизней людей. Ну и как-то оба мы интересовались тем, что происходит в стране. Мы были социально-политически активны. И, собственно, где-то в какой-то момент мы встретились. И проведя там несколько бесед, чисто таких товарищеских. При этом действительно пили водку, ну, по русскому обычаю. И в результате мы поняли, что это настолько занимает нас. Там кто-то из окружающих тоже слушал, говорит, как это интересно. И мы как-то это формализовали и придумали эту концепцию книги. И стали ее наговаривать на диктофон. А после вся шифровка редактировалась там слегка. И мы писали свои комментарии по различным вопросам. Вот если говорить о том, что, я продолжаю вам пытаться объяснить, чем эта книга может быть интересна и полезна вам. А в частности тем, что какие-то основные проблемы России не обсуждаются в американской прессе. Да и в русской тоже. Но люди, которые думают об этом, они понимают, что эта проблема очень важная. Мне кажется, ну, Альфред поправит, что одна из главных тем этой книги это то, что так плохо в России идет строительство демократии, так тяжело, от того, что не проведена декоммунизация. То есть то, что, ну, когда рухнула, допустим, фашистская Германия с диктатурой, с военным режимом, то, как вы все помните, там была проведена чистка, был проведен нюрнбергский процесс. Нацистов там судили, кого-то повесили, кого-то посадили. Для многих ввели в Баруфсфербот, что означает запрет на профессию. Ну, там, фашист не имеет права работать учительным, например, в школе. Кого он воспитает. Или в армии. Чего не случилось в Советском Союзе. Но при всем различии между фашистами и коммунистами что-то было, конечно же, и общее. И я вот часто думаю о том, что, и в книге мы об этом говорим много, о том, что представим себе, как шли бы реформы в Германии после 1945 года. Если бы все фашисты остались, все члены национал-социалистической партии, остались у власти, продолжали бы работать. Например, реформа армии. Фашистский генерал Ромбель говорит, я сейчас решил провести в армии небольшую реформу, больше демократизации. Наверное, нам... Как в армии демократизации? Нет, ну, сказал бы он, да, фашистский генерал. Давайте мы поменяем форму. Немцы любят говорить, мы не проиграли войну, мы заняли второе место. Или там в школе, в экономике. Что там немецкая армия менять надо? Ставь армию в покое. Армию... Продумай, что не надо. Армию закрыли. Армию просто закрыли. И набрали новых офицеров. А американские инструкции... Оберштурбанфюрер СС. Ну, разведка... Шпионишься и шпионишь. Понимаешь, ты же не воспитываешь молодежь там. А этот Вернер Форбраун, тоже полковник СС, работал на американцев, кажется, он им ракету сделал. Сделал, да. Нет, он сделал и нам тоже ракету. И нам он сделал ракету. Мы же управляли. И американцы всем сделал ракету. Но он ходил в штатском. Ты знаешь, что он пять лет сидел без работы. Он пошел нам навстречу. В общем, политика декоммунизации не была проведена. И демократические реформы проводили в России коммунистические функционеры. И, как известно, и Ельцин, и Горбачев, это были секретари обкомов КПСС. Вот, собственно, со всеми вытекающими последствиями. В виде полковника КГБ. Да, и теперь уже полковника КГБ. То есть, вот, называется, приехали. И, кстати, вот мы вспомнили про Горбачева. И я помню, как я, это и в книге, по-моему, описано, вел беседу с кем-то, с кем-то. Вы знаете, а почему вот Горбачева не очень любят в России? В Америке просто счастливо его принимать. И в Германии очень любят. Студенты ездят к нему посмотреть на этого великого человека. Почему русские не ездят? И я думал, думал и рассказал о том, что... Представим себе, что в Америке избрали президента, который разрушил экономику. В Америке, разрушил армию, ушел отовсюду и отдал все рынки и все территории военного влияния, отдал русским. И всех шпионов, списки шпионов тоже отдал на Лубянку. В Москву, думаю, что, наверное, русские студенты ездили бы в Америку посмотреть на этого человека и назвали бы его великим. Великим просто. Понимаете? А вот, собственно... Американцы бы его не очень любили. Американцы бы не очень любили. И русские бы спрашивали, почему вы не любите этого парня? А он национальный герой в России просто. Понимаете? Как Горбачев считается лучшим немцем. Да? Ну, лучшим русским что-то я не слышал таких от него. Ну, я достаточно долго уже говорил. И передаю теперь слово доктору Коху. Доктор, действительно, PHD, как мы понимаем. Ну, продолжая вот эту вот тему декоммунизации в России, я могу сказать, что, соглашаясь с пафосом Игоря о том, что, конечно, в России нужна была бы декоммунизация, я, как человек, который пришел в правительство почти с самого начала, Гайдар стал премьером в 1991-м, а я приехал в Москву в правительство в 1993-м. Я могу сказать, что эту декоммунизацию некому было проводить. Эту декоммунизацию некому было проводить, потому что в Советском Союзе интеллектуальная и менеджерская элита, она вся была сплошь коммунистическая. Гайдар был членом партии, Чубайс был членом партии, Ельцин, естественно, был крупным партийным функционером. То есть, если ты не был коммунистом, ты фактически не мог рассчитывать на какую-то карьеру. А мы не были с тобой. Были какие-то выродки, типа меня, например, или там Боря Немцова, которые не были коммунистами никогда. Но мы даже в демократическом правительстве не составляли большинство. Вот. Если, например, взять Польшу, которая проводила наиболее активно декоммунизацию у себя, то в Польше была очень сильная некоммунистическая элита, которая воспитывалась в недрах католической церкви. Если взять, например, Германию восточную, то там декоммунизацию проводили люди из Западной Германии. Если брать, допустим, Чехию, то там декоммунизацию проводили люди, которые ушли в глухую оппозицию в 68-м году, когда было разрушено правительство Дубчика. В Венгрии тоже были люди, которые могли проводить такое дело. А в России не было элиты альтернативы коммунистической. Поэтому проводить декоммунизацию было некому. Было некому, потому что ту роль, которая могла бы сыграть церковь в России, она её не играет, потому что в значительной степени церковь в России носит декоративный характер, в отличие, допустим, от польской церкви, например. Какой-то серьёзной организованной элиты на основе самоздата или диссидентов тоже было невозможно создать, потому что эти фрагментарные организации содержали в себе в значительной степени маргиналов, которые вряд ли могли бы быть успешными менеджерами. Вот у нас с Игорем есть подружка, известный диссидент и наш товарищ, Валерия Новодворская, можно говорить, вы слыхали. Она человек глубокого ума, очень серьёзной, глубокой образованности, невероятного, как мне представляется, писательского таланта, но она сумасшедшая. Это в самом деле. И я, и Игорь, и она сама прекрасно понимает, и нельзя подпускать близко к управлению государством, потому что, ну, она просто насчёт людей к стенке ставит. Да. Вот её-то запустить, она этих коммунистов столько повесят, там ещё и лишних. И сочувствующих. И сочувствующих мы ещё голову рубить начнём. И мы перед ней ещё считаемся виноватыми. Это как вы себя ведёте. Вы должны идти на баррикады. Да, да, да. Сейчас. Поэтому разговор о декоммунизации в России, это очень правильный, очень нужный, но, на мой взгляд, абсолютно бессмысленный разговор, потому что даже и сейчас в России фактически нету никакой элиты, кроме элиты, которая глубоко сформировалась в недрах вот этой вот конструкции, которую, по-моему, один из писателей назвал «Коммунистическая партия государственной безопасности». Да, это хорошо. «Коммунистическая партия государственной безопасности». Вот. И мне представляется, что абсолютно логично. Вот смотрите, вот Ельцин, да, при всём, при том, что я довольно неплохо его знал и даже работал с ним вместе, он не видел никакого другого… Вы знаете, у него же было первоначально продолжением себя, он видел Бориса Немцова. А к концу жизни всё-таки Путин. Всё-таки Путин. При всём при том, что Ельцин был, может быть, из этой коммунистической элиты наиболее демократичный человек, человек, который очень много сделал для создания в России институтов там «Свобода слова», какой-то политической конкурентной демократии и так далее, и так далее, всё равно ему было ближе и понятнее, что на его место придёт полковник КГБ. Ему так было комфортнее, так ему легче было отдавать власть. Мне кажется, это очень важно. И вот не понимая этих вещей, очень сложно оценивать сегодняшнее состояние России. Я могу сказать, что мы можем сколько угодно сегодня возмущаться тем наступлением на демократические институты, которые осуществляют сегодня правительство Путина и Медведева. Но нужно отдавать себе отчёт в том, что и Путин, и Медведев нравятся русскому народу. Их любят, и они пользуются невероятной популярностью. Последние опросы общественного мнения показывают, что у Путина рейтинг 70%. Никогда, ни при каких обстоятельствах, ни у Ельцина, ни у Немцова, ни у Горбачёва таких рейтингов никогда не было. Может быть, у Немцова в какой-то короткий промежуток времени, в мае 1997-го это было, но это не длилось из года в год на протяжении уже почти 10 лет. Да, как об этом ты сказал в книге, что Путин – это фактически Христос земли русской. Иронически. Иронически, да. Любят, любят его. Не могу объяснить, почему я просто констатирую факт. Причём, вы знаете, как женщина, которая любит мужчину, и приписывает этому мужчине достоинства, которыми в реальности этот мужчина не обладает. Или наоборот. Или наоборот. Мужчина, который любит женщин. Так и русский народ. Когда любит Путина, он приписывает ему какие-то черты, которых я не нахожу. Например, очень многие женщины глядят, посмотрите, какой он красивый. Я на него смотрю, и сбоку за него... Я вот, например, нахожу Немцов, наверное, интересный парень, да? Красивый, высокий, спортивный и так далее. А чтобы Путин красивый? А теперь мне уже говорят, и теперь и Медведев красивый. Не знаю, может быть, может быть. Но ведь никто же не говорит, например, что, я не знаю, Никсон красивый. Хотя у него тоже была власть. Но Кеннеди был красавец. А Кеннеди, кстати, не любили, когда он был президентом. Любимый народный президент Джон Кеннеди это выдумка после его смерти. Тогда, когда он был президентом, когда он в 63-м его убил. Это отклонение. А первое, мне не убить и править. Это политическая цензура. Да, да, да. Вот. Тогда его не любили. Он проиграл Кубу. Его не любили. Вот. Моральные устои были не очень, у парня. Да ладно. Можно подумать, ты бы устоял от Марлен Монарк. Мне кажется, не очень, ноги короткие. Вот это я вам хочу сказать. Я бы немножко посмотрела книжку по-русски. И вот так они писали эту книжку. Поэтому, когда мы сегодня встретились перед занятием, я сказала, так, пожалуйста, говорите прямо. Говорите прямо. Понятно. Скажу прямо. Монро мне не нравится. Оба брата Кеннеди жили с Монро. Так, хорошо. Мы переходим. Я прямо сказал. Давайте. Для пиара. Чисто для пиара. Так, хорошо. Можно я на секунду вас остановлюсь? Если у кого-то есть вопросы, или из того, сейчас мы можем задать несколько, вы можете задать несколько вопросов, но потом мы можем продолжить. Есть вопросы. Есть вопросы. Есть вопросы. Паша, вы сказали, и не очень поняла сказать, что сейчас бывшие диссиденты, которые сейчас пытаются организовать позицию маргинала. И вы можете немножко об этом позже поговорить? Я не очень хорошо знаю, как устроено у нас диссидентское наше движение, но могу высказать свое достаточно дилетантское мнение на этот счет. Я себя диссидентом не считаю. Во-первых, есть такие люди, как Борис Немцов, который пытается создать некую оппозицию нынешней власти и объединяет свои усилия вместе с Гарри Каспаровым и другими людьми в организацию, которая называется «Справедливая Россия», насколько я понимаю. Нет, нет. А, «Солидарность». Другая Россия. «Солидарность». Вот, да. Я ему сказал, что для того, чтобы ты создал «Солидарность», тебе нужно пойти слесарем на судоверфи. Он не понял, о чем я сказал. Я сказал, когда Лех Валенца создавал «Солидарность», он был слесарем. Тогда ты, говорю, сможешь создать солидарность. А покуда ты катаешься на доске с парусом большую часть времени в теплых морях под пальмами, так ты и не создашь никакой солидарности. Мне кажется, что это наиболее заметная часть нашей оппозиции. Тем не менее, она обречена на неуспех, поскольку у них там внутри идет фантастическая битва личных амбиций. И все это выглядит крайне несерьезно и неубедительно. Есть другие организации, которые меня, например, пугают. Например, это организации типа Лимоновского национал-большевиков. Это тоже оппозиция нынешней власти, но это настоящие фашисты, которые в той или иной форме пока организованы не очень хорошо, но их много. И они реально представляют собой реальную силу. И если говорить о том, что сегодня, как представляется политический ландшафт сегодняшней России, то если бы у нас были свободные выборы, то я думаю, что фашисты набрали бы много голосов. Я тоже так думаю, да. Поэтому можно найти позитив в том, что в России нет свободных выборов. Слава Богу. Понимаете, и Лимонов, я знаком с ним, я писал о нем много. Это, вы его же знаете, Эдуард Лимонов. Он американец. Писатель, да. Он где-то здесь жил у вас, и во Франции. Он жил какой-то, он как-то даже съезжал. Да, а паспорт у него чей? Я не знаю, французский может быть? Французский, по-моему. Да. А это очень такой... Харизматичный, талантливый. Надутый человек, думающий, что он очень серьезный и ответственный. Он ходит с охраной. Значит, с ним идет человек 5-6 охранников, даже когда он приходит в редакцию. Все они в черных кожаных пальто, и он сам. Еще на Троцкого. Да, усы как у Троцкого. Потом он много пишет о том, что он знакомится с молодыми девушками, как он с ними живет. То есть, это модель приблизительно Наполеона, к которому приводили молодых девушек, чтобы в семье было хорошее потомство. Великий человек. Его, наверное, тоже считали очень красивым. Наверное, да, маленький. Туда же у нас в эту партию входит и Захар Прилепин, модный писатель. Знаете, Захар Прилепин. Он воевал в Чечне, а потом стал писать. И здесь тоже все так перемешалось. Он и национал-большевик, и он же работает в новой газете. Новая газета, это такая оппозиционная, типа, остро-либеральная. А плюс, возьмем Каспарова, шахматиста, который тоже оппозиционер, видный. Ну, как шахматист. По-моему, был чемпион мира, да? Серьезный человек. Как бы. Но он, когда его милиция арестовывает на митингах, он кричит по-английски. Ну, для прессы. Для политического деятеля это так уже не очень. И там многие-многие какие-то люди вот странные. И при всей моей симпатии к оппозиции, к диссидентам, я уже не знаю, к чему. Я вижу, что что-то у них не то. И как сказал писатель Александр Кабаков, вы его, наверное, помните, это книга «Невозвращенец», которая вышла во всем мире, там, на ста языках. А политическая, там, такая сатира. Ну, Кабаков известный писатель, лауреат многих премий. Он сказал, единственное, что меня примеряет с сегодняшней российской властью, это ее противники. То есть, они еще хуже, кажется, ему. Это такой он старейший либерал, там, инакомыслие, там, писатель, и все на свете, все на свете. И вот он говорит, уж лучше пусть будет эта власть, иначе еще хуже. И когда мы говорим о том, что милиция не очень разгоняет фашистские собрания, не очень их как-то бьет, отпускает, относится терпимо, мы понимаем, что и милиция где-то часто на их стороне. И их не бьют, чтобы не вызвать уж совсем большого возмущения в массах. И что пусть тихонько, потихоньку, давайте и выборов не проводить, вроде какую-то видимость демократии. И это единственный, как мне кажется, реальный путь. Вот я бы это сравнил, чтобы вам было понятней. Вот если вы помните, был статус такой штат, а до штата еще статус территория. Помните? Чем отличался штат от территории? Вообще никаких прав. Территория не посылала депутатов в Вашингтон, не участвовала ни в каких голосованиях, ни в выборах, сидела и отдыхала. И действительно там не было прав. И территория становилась штатом, получала этот статус после того, как там вычищали бандитов, везде появлялись шерифы, начиналось соблюдение закона, начинался сбор налогов полными, кругом работают суды, в судах работают нормальные судьи. Теперь, друзья, вам дается статус штата, и вы получаете демократические права. Вам большая часть территории России, может быть и вся, это иметь статус, мне кажется, на сегодняшний день территории. И опрометчиво давать территории все права, которые положены штату, это путь, в общем, в никуда. Станет только хуже. Я хотел бы немножечко в другую сторону развернуть наш рассказ, и все-таки вернуться опять к обзору оппозиции. Третья составляющая, к фашистам мы еще вернемся, поскольку они не исчерпываются одним Лимоновым. Это заголовок хороший. К фашистам мы еще вернемся. Там есть еще движение против нелегальной миграции Поткина, там есть масса других полулегальных и вообще нелегальных организаций, которые просто убивают иностранцев на улицах Москвы и Петербурга. Есть еще коммунистическая оппозиция. Это такая организация, которая называется коммунистической партией во главе с Зюгановым и которая формально является второй-третьей по величине партии России и даже присутствует в российском парламенте. Но коммунистами они уже практически не являются, а в большей степени это партия пенсионеров, скажем так. А почему я их не считаю коммунистами? Потому что коммунисты в том виде, в каком они существовали всегда со времен Карла Маркса, это, прежде всего, атеисты и материалисты. Нынешние коммунисты, их палкой из церкви не выгнать. Они, так сказать, там все уже иконы облезали и без конца поклоны бьют. Поэтому коммунистами их назвать трудно. И вообще, это настолько эклитичная идеология, которую даже невозможно зацепить. Она как кусок мыла постоянно из рук выскальзывает. Хочется спросить, извините, а вот вы священников расстреливали и церковь сжигали. Вот как вы теперь обратно в них ходите и батюшкам руки целуете? Нет ответа на этот вопрос. Может быть, тогда хотя бы извинитесь перед тем, как в церковь зайти, что вот 50 лет назад мы там ошибку допустили. Или если это не ошибка, тогда почему вы в церковь пришли? В этот храм Христа Спасителя, который вы собственными руками взорвали. Невозможно. Например, Дюганов абсолютно на чистом глазу сообщает, так сказать, через телевизор о том, что первым и самым главным коммунистом был Иисус Христос. Вот, но понимаете, да, поэтому этих людей коммунистами назвать невозможно, это непонятно кто. Партия пенсионеров, пожилых людей, которая, главный лозунг состоит в том, что раньше было хорошо. Сделайте нам, как раньше. Ну, раньше, хорошо, я могу посоветовать, пить и Виагру будет, как раньше. Ну, и, соответственно, партия власти, вокруг которой тоже всевозможные организации созданы. Типа «Справедливая Россия» – это еще одна партия власти, это «Единая Россия» и огромное количество каких-то молодежных организаций, типа «наши», «не наши», «ваши». Вот такой вот примерно политический ландшафт. Абсолютно объективно, без всяких натяжек, могу сказать, что, собственно, демократическая оппозиция не наберет и 2% голосов. Существенно большей опасностью являются фашисты. Вообще, феномен фашизма, он еще же ведь совершенно слабо изучен. И для того, чтобы понять, почему в России сейчас такой ренессанс национал-социалистических организаций, нужно проанализировать тщательно, почему это случилось в Германии в начале 30-х. Мое понимание, я очень долго бываю в Германии, и много разговариваю, и книжек читал, и Игорь тоже, кстати говоря, почти весь прошлый год в Германии прожил. Я могу сказать, что две вещи, которые серьезным образом склонили такую большую страну и такую, в общем, достаточно развитую культурную страну, как Германия, в сторону национал-социализма. Потому что случилось две вещи. Во-первых, ущемленное национальное самолюбие в результате Версальского мира после Первой мировой войны, и экономический кризис. Обе эти вещи мы имеем в России сегодня. фантастически ущемленное национальное самолюбие, поскольку значительная часть нации всерьез считает, что мы были великой страной, и сейчас мы ею перестали быть не по собственной вине, а потому что какие-то там злые, непонятные враги превратили величайшую державу мира в полное, так сказать, дерьмо. И поэтому нужно восстановить эту поруганную честь. Плюс экономический кризис. Мы имеем все предпосылки для того, чтобы национал-социализм в той или иной форме в России стал очень серьезной силой. Вот. Поэтому я могу сказать, что если смотреть на ситуацию такими глазами, то, может быть, и пока надо повременить с демократией. Поскольку в 1933 году в Германии было достаточно много демократии, что позволило национал-социалистам выиграть выборы и поставить Гитлера канцлером. Результаты вы знаете. И можно сколько угодно сейчас рассуждать на тему того, что вот немецкий народ выбрал выборы. Может быть, он бы и поменял бы свое мнение. Только что сделал Гитлер в первую голову, в первый месяц, как стал канцлером. Отменил действия Конституции. И даже уже одумавшийся немецкий народ уже ничего не мог сделать, потому что больше выборов никаких не было. Кстати, и Немцов косвенно подтвердил, что стоит на этой же позиции. Мы с ним разговаривали еще на выборах тех 2003 года. И он говорит, если мы не сумеем контролировать потоки нелегальной иммиграции, если бы, то победа фашизма в России неизбежна. То есть фактически мы-то понимаем, что наши чиновники не смогут это контролировать. Таким образом, с твоих слов выходит, что фашизм неизбежен. А вдруг они смогут взять под контроль? Да нет. Дело даже не в этом. Ситуация значительно хуже, чем ты думаешь. Ситуация значительно хуже, потому что нам нужна иностранная рабочая сила. В России идет чудовищная демографическая ситуация. Во-первых, абсолютно уменьшается количество населения. Мы за последние 15 лет с 152 миллионов до 143 уменьшились. То есть мы почти 9 миллионов населения потеряли. А во-вторых, идет чудовищное старение населения. То есть уменьшается низкая рождаемость, приводит к тому, что очень мало людей работоспособного возраста. И поэтому у нас неизбежно для того, чтобы обеспечивать устойчивый экономический рост хотя бы на уровне 4-5% ВВП в год, нам неизбежно нужно завозить по 2-3 миллиона рабочей силы каждый год. И поэтому эта армия иностранных гастарбайтеров, конечно же, будет вызывать раздражение коренного населения. Поэтому почва для национал-социалистической идеологии, помимо ущемленного национального самолюбия и помимо экономического кризиса, в лице вот этой огромной армии иностранных рабочих, она все равно будет. И это просто данность. Ты не можешь отказаться сегодня ни от рабочих на стройках, ни от водителей троллейбусов, потому что русские на эту работу все равно не пойдут. Я не знаю почему. Потому что он предпочтет сидеть дома на пособии по безработице, но он не пойдет на строй. Это гордость белого человека, я думаю. Кстати говоря, Соединенные Штаты тоже не могут обойтись без иностранной рабочей силы. А я считаю, что это зарплата, потому что очень низкая зарплата и очень маленькие социальные гарантии. Потому что на стройке они зарабатывают за все 500 долларов в месяц. 500 долларов в месяц – это неплохая зарплата в Москве. Это для студентов. Почему бы не пойти работать? Я знаю огромное количество людей, которые ничего не делают, но на стройку не имеют. Их права не рекоментированы, потому что там нет социальной системы. Вы предлагаете создать такую систему? И тогда русский рабочий пойдет туда работать. Дело в том, что это выгодно всем. Это выгодно всем, кто их нанимает на стройку. Это выгодно милиции, которая получает... Милиции... В смысле, гастарбайтеры выгодно милиции? Наверное. Просто если мы будем повышать зарплату строителей, соответственно, стоимость строительства вырастет. А стоимость строительства вырастет, она перестанет быть конкурентоспособной. Поэтому неизбежно, конечно, нужно... Парадокс России состоит в том, что у нее колоссальный дефицит именно неквалифицированной рабочей силы. Вы говорите о том, что пока что как-то демократия не складывается. Очень многие, как и западные, так и русские писатели, журналисты, социологи-историки, пишут о том, что российский народ никогда не придет к демократии. Просто по своему характеру. И я хотела бы узнать ваше мнение по этому поводу. Что ты можешь сказать по поводу российского народа и демократии? Ну, есть еще мнение среди таких патриотов России, что демократия вообще началась в России. Это Новгород, да? Как вы помните, Новгородская Веча. В Европе тогда вообще еще не было такого понятия. В Соединенных Штатах тоже. Да и Штатов не было. Что? А в Греции? А в Греции? Ну, мы говорим уже про... Есть теория о том, что греки произошли от русских. Нет. Нет. Друзья, греческая... Мне странно слышать от американцев то, что в Греции древней была демократия. Это наличие рабов, да, и элита внутри себя что-то выбирала. А вся остальная сволочь не имела никаких прав. Это называется human rights, да, у нас? В данном случае. Вы снимаете вопрос о демократии в Греции? Такую мы тоже можем сделать. Я не говорил, что во всей Греции была демократия. А где? А в Афину? Нет, нет. Это была демократия очень и очень сомнительная. Если такую сейчас вести здесь, вы будете очень недовольны. А потом казачество... Кстати говоря, касательно афинской демократии, есть одна интересная вещь, которую я недавно узнал, и которая, наверное, очень в другом свете дает представление о сегодняшней России. Дело в том, что... Вы знаете, что в афинской демократии была такая процедура, называлась астракизм. Когда какого-то политического лидера высылали из страны за какие-то провинности. За высказывания. За высказывания, да. И в частности, одной из причин, почему человека могли подвергнуть астракизму, являлось то, что у него очень высокая популярность. Если человек становился сильно популярным, рейтинг 70%, то афинские граждане справедливо предполагали, что с такой популярностью он может стать диктатором. И поэтому у него высылали из страны. Не должно быть сильно популярных политиков. А помните, как умер Сократ, да? Демократическим путем его заставили выпить яду. Если вы помните, да? Казачество, это, безусловно, была демократическая структура. Там все решалось большинством голосов. Кого грабить, кого не грабить. Да, да. Такие были времена. А это что касается тех времен, да? Что касается теперешних, то помните, хорошая шутка Путина, когда он еще был президентом, там кто-то его спрашивал из американцев. А что вот демократия? Вы знаете, мне бы не хотелось, чтобы в России была такая демократия, вот какую вы сейчас в Ираке устроили. Понимаете? Вот такая хорошая шутка, да? В которой есть доля шутки. А вот когда мы сегодня говорим о демократии, о том, какой она будет, и будет ли в России демократия, и какая, я боюсь, что этот вопрос, может, уже и не актуален. Сейчас мы проходим, ну, этот этап, история уже не под контролем нашей книги, ящик водки, уже начался другой этап, мы, может быть, успеем еще написать о нем. Это 9-11, потом экономический кризис, да, и потом Китай, и все, что творится там в арабском мире. Возможно, с демократией вообще уже покончено, и с политкорректностью. Может быть, меры безопасности, принимаемые в Штатах, будут нарастать до степени, в общем, приостановки Конституции и ее отмены. Я боюсь, что ситуация может сложиться так, что выбора не будет. Выбор будет такой, или погибнуть, или отказаться от демократии. Я выберу отказ от демократии. Скажут, дайте, я лучше проживу без нее. Я, слава тебе Господи, в Советском Союзе прожил, в 91-м году мне было 36 лет. То есть, я 36 лет жил, прекрасно себя чувствовал. Хотелось большего, хотелось. И боюсь, что вот так пойдет. Ну, надеюсь, что я ошибаюсь. Надеюсь, что все исправится. Как или иначе, ты не ответил на вопрос, способен ли на русский народ воспринять демократию. Может быть, это не актуален вопрос, я сказал. Но он стоит. Ты с него должен либо рассказать. Я не буду отвечать на ваш вопрос. Или ответить. Хорошо, я отвечу. Давай ответить. Я считаю, что русский народ, конечно же, способен жить и при демократии, и при диктатуре, и при чем угодно. Что он блестящим образом продемонстрировал. Проблема состоит в том, что... Проблема не в том, что русский народ не может жить при демократии. Русский народ не понимает, зачем она ему нужна. Вот если бы ему объяснили, зачем ему она нужна, тогда бы, может быть, он и согласился при ней жить. А покуда ему... До сих пор у него не было случая убедиться в ее прелести. Все отрицательные стороны демократии он в 90-е годы блестящим образом увидел. Это болтовня депутатская, это коррупция и так далее, и так далее. Я могу сказать, что если бы у нас была демократия образца 90-х годов, в которых я в правительстве работаю, мы бы сейчас экономический кризис переживали значительно более тяжело, чем то, как мы его переживаем сейчас. Могу объяснить, почему. Потому что если бы в условиях той демократии, которая была в Ельцинске, так сказать, Черномырдинский период, экономический кризис был бы в том виде, в каком бы сегодня у нас был, мы бы в экономический кризис вышли без валютных резервов. Потому что эти валютные резервы депутаты не дали бы нам накопить. Потому что они каждый год бы принимали законы, как их тратить, а не накапливать эти резервы. И правительство не продержалось бы и дня, если бы оно собралось бы эти резервы копить. И только в условиях того авторитарного режима, который создал Путин, правительство могло не оглядываться на депутатов, а накапливать эти резервы, которые теперь помогают нам спокойно прожить кризис. Я прекрасно, в ужасном экономическом отношении 90-х годах, когда основной доход бюджета, как и, впрочем, и сейчас, это продажа нефти и газа, а нефть стоила примерно 12 долларов за баррель в среднем погоде, и у нас почти не было валютных резервов, депутаты все равно даже эти крохи распределяли с огромным дефицитом еще. И планировали бюджет, по которому фантастические траты были, и мы вынуждены были печатать облигации для того, чтобы покрывать дефицит бюджета. Можете себе представить, чтобы было бы, какая бы полеты депутатской фантазии были бы у нас, если бы эти деньги, эти 400-500 миллиардов долларов были бы в реальности. Мы бы не накопили этих резервов, мы бы все потратили. В стране была бы колоссальная инфляция, все прелести голландской болезни и так далее, и так далее. Все бы это было. И мы бы вошли в кризис, и, может быть, страна уже перестала бы существовать. Поэтому говорить о том, что... Вот я сам себя считаю демократом. Я считаю, что в стране должно быть демократическое правительство, которое под отчет на народу, что в стране должны существовать принцип сдержек и противовесов, конкуренция ветвей власти и так далее, и так далее. Свободная пресса. Но вот конкретный пример, что русский народ, он увидел все минусы демократии. Но никаких плюсов в 90-е годы он от демократии не получил. Поэтому он легко от этого отказался. Когда наступили другие времена, и пришел популярный лидер, которого нельзя подвергнуть астракизму, в связи с отсутствием такого закона, они сказали, да ради бога, правь нам, нами. Нас все устраивает, когда ты, так сказать, сам решаешь. Поэтому... А я не знаю, как бы американский народ повел бы себя в этой ситуации. Может быть, ему тоже демократия меньше вынравилась, чем авторитаризм. В конце концов, после N1-11 американский народ легко согласился, чтобы его подслушивали без санкций суда, чтобы существовали тюрьмы, в которых людей путают. Все это ради, так сказать, собственной безопасности. А не американский ли основатель Бенджамин Франклин сказал, что люди, которые готовы ради собственной безопасности пожертвовать своей свободой, не достойны ни свободы, ни безопасности. Вы со словами фиолистами и бафилами. Слава на фиолистами, спасибо. Или вам ближе к позиции западников? Кроме того, не могли бы вы сказать ваше мнение относительно позиции Путина, ближе ли он к славофилам или к западникам? На сегодняшнем этапе развития российской общественной мысли такого четкого деления на славянофилов и западников, какое было в середине XIX века, уже нет. И поэтому такого выбора не надо делать. Хотя если бы я в машине времени перенес в XIX век, я бы, наверное, все-таки был западником. Мне больше нравится Герцен, а не какие-то там братья Аксаковы. И мне не очень интересно ходить с кожаным ремешком в волосах и играть на гуслях. — Трудно немцу быть славянофилом. — Трудно немцу быть славянофилом, да. Есть хорошее выражение у Гоголя, называется «Все, что для русского хорошо, то для немца смерть». Поэтому я, наверное, западник все-таки. Хотя в том смысле, что у каждого народа должна быть какая-то своя исторически выработанная модель народовластия, которая органична именно его историей, его менталитету, его обычаям. Это, наверное, очевидная вещь. Ведь недаром, допустим, в Америке главой государства является президент, а в Германии все-таки они решили называть этого человека канцлером. Вот, например, Польша, да, страна, которая там с середины 17 века выбирает короля. То есть фактически это была республика, где выбирали короля, это был президент. Почему-то никто не говорит о том, что Польша – это одна из первых европейских демократик. Потому что, видимо, вопрос не в выборах и не в формальной процедуре, а то, насколько власть считает себя ответственным перед народом. И в этом смысле, конечно, какие-то национальные модели народовластия нужно вырабатывать, и слепое копирование образцов западных или восточных, оно ни к чему хорошему не приведет. Мне кажется, что вот в какой-то момент это китайцы поняли, и они перестали тупо копировать сталинский СССР, а стали строить свою какую-то модель экономическую и политическую. Потому что, если бы китайцы не начали искать какой-то свой путь, а продолжали бы слепо копировать сталинскую модель социализма, ну, представляете, из Китая получилась бы такая Северная Корея. Ну, это, во-первых, страшно, во-вторых, жалко людей. Вот, поэтому, я вот недавно, вообще, вот эта эволюция авторитарных режимов, это отдельная песня, которую, нужно, мне кажется, еще до конца не изучали. Вот я в апреле ездил в Бирму, Мьянма, Мьянма она называется, да? Вот, и очень и очень интересно. Это, мне кажется, такой, другой путь эволюции авторитарного режима, альтернативный тому, в который эволюционировала Северная Корея. Потому что, мне кажется, что в Бирме я вернулся на 30 лет назад в Советский Союз. Ну, это предмет отдельного рассказа про Бирму, если кому-нибудь интересно, я могу рассказать, но очень и очень много вещей, которые можно охарактеризовать одним словом. Значит, они делают вид, что платят, мы делаем вид, что работают. У нас есть еще вопросы. Мне кажется, что ваши ответы просто подтвердили тезис этой студентки о том, что русский народ не принимает демократию. Из-за того, что вы говорите, русский народ говорит, найти популярного лидера, чтобы он нас справил. Может, это и есть русская модель демократии, когда они находят в себе такого лидера? Да, но у нас тоже. Ну, уж был популярным, он у нас был. Сейчас Албама стал популярным, а мы спорили. И он направил нас в другое. А если он перестанет быть популярным? Другое – это демократия. Вот вы, интересно, если в Америке Обама перестанет быть популярным, он перестанет быть президентом. Через четыре года выберут другого. А вопрос, а что будет, если в России Путин перестанет быть популярным? Кто знает, это не случилось. Но он объявляет, кто-то такое. Или он останется. Или скажет, да мне плевать, популярный я или непопулярный, и куда я не уйду. Извините, я не понял. Скажет, мне плевать, популярный я или нет. Куда я не уйду и буду дальше править. Ну, это, конечно, вполне возможно, но это... Я могу вам сказать, что... Если принимаем демократию в России, то будет сразу большая оппозиция. Ну, например, Немцов может быть серьезным человеком. Но что вы говорите о Каспарове, о Лимоневе, о таких людях? Но я могу вам сказать, что у Лимонова рейтинг выше, чем у Немцова. Извините. У Лимонова рейтинг выше, чем у Немцова. Да, но, что, 6% у Лимонова, 5% у Немцова. У Немцова нет ни одного. Ни у кого нет поддержки среди народов, кроме именно Путина. Из-за того, что он популярен. Никто не... Не-не-не, я с вами согласен. Разве мы спорим? Вопрос состоит в том, что, да, сегодня он популярен, сегодня он главный лидер страны, и поэтому он правит этой страной. Нет вопросов. А если завтра, если он перестанет быть популярен, существует ли механизм замены его? Нет. С тотальным контролем над средствами массовой информации. С тотальным контролем над всеми правоохранительными органами. С тотальным контролем над армией. Вот так он взять мед, встанет и скажет, ну все, я уже не популярен, до свидания, извините. Так не бывает. Советский Союз в 80-х годах уже перестал быть популярным. Он оставался еще 10 лет нами правят. Брежнев уже превратился в гадячий анекдот. Но он продолжался нами править до самой смерти. Да, я в этом писал книгу. Я в этом вопросе. Поэтому пока он популярен, нет никаких вопросов. Конечно, если ты популярен, правь. А когда вот перестанешь быть популярным? Каково механизм замены непопулярного лидера на другого? Ну, иметь себя суперничество между его сторонниками? Так, у нас есть еще вопросы. Можно? Машин. Мой вопрос. Как вы думаете, в сегодняшней России еще нужна числка, которую вы обсуждали на лекции? Если да, таким образом, таким путем проводится коммунизация. И правильно ли считать, что ваша книга – это часть вашей попытки декоммуникации? Декоммунизация? Интересный вопрос. Отвечайте. Про декоммунизацию – это ты говоришь? Да. Как это я отвечаю? Нет, я сказал, что декоммунизация – это вопрос, это чисто русская тема. Как сказал, вопрос очень важный, нужный, но бессмысленный. Вот. Это чисто русский путь. Я думаю, что расстреливать коммунистов, наверное, уже поздно. Уже поезд ушел. Сажать тоже уже никак. Но моральная декоммунизация, что-то об этом писать и говорить, и напоминать людям. Знаете, как Чехова говорит, что колокольчик, чтобы звенел. Ребята, а вы вообще помните, как… Я вот написал недавно такую заметку, повесил на… Как это называется? Газета.ру. Знаете такую? Вот там вот я колонку веду. Я там написал об этом, что я был на встрече ветеранов комсомольской правды, где я работал. Я вообще беспартийным был всегда. И я написал о том, что не надо вам с гордостью вспоминать то, как вы работали там редакторами комсомольской правды. И как вы ходили в ЦК, решали вопросы. Это стыдно, написал я. Это ваш позор. Такими вещами нельзя гордиться. Вот на своем уровне я вот так вопрос ставлю. А что я могу сделать с коммунистами физически? Напоминать им. Чисто поднимать этот вопрос в прессе. Вот мне очень понравилась ваша дискуссия о национальных особенностях демократии. Это потрясающе интересная тема. Я должен вам сказать, что когда смотришь на нее из одной страны, то многое теряется из виду сразу. Вот, например, из Америки. Знаете, такой есть Андрей Кончаловский, режиссер. Кинорежиссер, он здесь много жил, работал. Он снял фильмы в Америке «Танго и Кэш». А еще поезд «Беглец». Поезд, да, рановый трейн. А он был здесь очень популярен и все в порядке. И как-то мы с ним встретились на ток-шоу на телевидении. И он говорит, в России сейчас мало демократии. Я говорю, ну, я, собственно, я не являюсь догматиком, я не пропагандист, я не идеолог. Мне просто интересно поговорить с умным человеком и найти какое-то интересное решение вопроса. Я ему говорю, очень хорошо, а какой критерий? Он говорит, ну, Запад как недоволен-то Россией. Запад очень жестко критикует. Я говорю, окей, это важный критерий, да, критика иностранцев. Он говорит, да. Я говорю, очень хорошо. Мы все прекрасно помним, в каком году и когда в Америке было разрешено белым и черным служить в одной роте. Вот до какого-то момента был полк там, черный полк, белый полк, да, и зарплата была у офицеров в черном меньше, белым больше. В каком году белые и черные стали служить в армии вместе? Вы помните, в каком году? Он дал свой ответ. В каком году? 50 какой-то. Корейская война. Даже чуть раньше. Это случилось, друзья, в 45-м году. В связи с чем это случилось? Когда американцы вошли в Германию и открыли концлагеря, и они увидели, как уничтожали евреев. Они сказали, боже мой, какие некрасивые параллели, да? Евреи, негры, да? Правильный народ, неправильный. Они быстренько это все отменили. Быстренько отменили. А в каком году запретили расовую сегрегацию отменили? В каком году? Вы помните? Расовую сегрегацию. В каком году? В каком году? Да, правильно. После марша на Вашингтон. 1964. Я говорю ему, Андрон, а помнишь, как Советский Союз был этим недоволен? Или в Америке, негры в автобусах, даже их не пускают в белый автобус. Запрещают в школах учиться к белым детям и черным. Советский Союз критиковал, да. Европа критиковала, да. Америка что сказала? А пошли вы. Можно ли сказать, что в Америке не было демократии до 1964 года? Он сказал, нельзя сказать, демократия была. Таким образом, что такое демократия? Это обеспечить все-все свободы, какие есть, или все-таки это действовать в интересах большинства народа? Я говорю, друзья, до 1964 года американский народ считал, что негры неполноценные и вот им место в отдельном автобусе. И это была такая демократия. Так считал народ. И народ держал такие правила, имел такие законы и плевал на мнение иностранцев. И так может быть, вот демократия в этом? Иногда. И доказательства еще этого я вспомнил, как я разговаривал недавно с Кадыровым. Кадыров, как известно, потомственный руководитель Чечни. И вот это опять в вопросе о том, что такое демократия. Это власть большинства? Это власть народа? Или это сказать, а пусть будет как в Америке после 1964 года? Он говорит, а почему 900? Давайте возьмем Америку 1960 года за образец. Например, он говорит, мы должны ввести многоженство. Я за. Окей, не вопрос. Он говорит, почему? Потому что после войны женщин много, мужчин мало. Ну, если свободная женщина будет иметь внебрачный секс, что происходит в таком случае? Ее брат убивает ее и этого мужчину, рассказывает мне Кадыров. Не то, что там это должно делаться. Это делается. Такой обычай нашего народа. Что ему теперь? Ловить их всех, арестовывать, сажать? Он говорит, я хочу установить. Ну, ты сейчас договоришься, а вот у некоторых народов есть человеческие жертвоприношения. Так что ж теперь? Значит, демократия в этой стране должна включать в себя человеческие жертвоприношения? Это вопрос. Так, у нас есть еще вопросы, поэтому я немножко... У кого-нибудь еще есть? Сейчас, может, секунду. Аня. А какую роль, вы думаете, сейчас играет религия в политике? Потому что раньше, как вы говорили, коммунисты были атеистами, сейчас они стали ходить в церковь. Все время, потому что... Что? Да, или Путин ходит в церковь тоже. Как бы религия даже, может быть, стала модной или еще что-то. Но как вы думаете, это влияет на политику? Понимаете, в чем дело? Дело в том, что нужно разделять религию и церковь. Это всегда было не одно и то же. Но в России это тем более не одно и то же. Вряд ли, допустим, костры инквизиции, на которых сжигали еретиков, или вот эти сотни тысяч убитых конкистадорами индейцев, имеют что-то общее с христианством. Христос не говорил, что людей надо сжечь на костра. Так же и в России, я думаю, что наша нынешняя церковь, она скорее является достаточно популярной общественной организацией. Но вряд ли она может быть по-настоящему названа христианской церковью. Дело в том, что еще в 18 веке, в начале, русский царь Петр I ликвидировал патриаршество и главой церкви назначил самого себя. И долго, до 1917 года, фактически 200 лет, царь был не только светским главой государства, но был еще и религиозным лидером. И была создана специальная организация, которая называется Священный Синод, которая фактически была государственной организацией, которая управляла делами церкви. И за эти 200 лет церковь настолько сплелась с государством, настолько сама ментальность русского православия была проникнута идеей государства, что даже потом, когда в 1917 году большевики пришли и отделили церковь от государства, потом, когда Сталин чуть-чуть позволил церкви, так сказать, развиваться, она все равно уже развивалась внутри государства. Поэтому на сегодняшний день нельзя говорить о том, что в церковь может быть какой-то нравственной позицией государства. К сожалению, русская церковь в настоящий момент является просто частью власти. И поэтому она не может составлять ему какую-то там нравственную или какую-то организационную оппозицию. В отличие, кстати, от католической церкви, которая в странах Европы, прежде всего в Польше, потому могла быть оппозицией коммунистам, что глава этой церкви был отделен и жил даже в другой стране. Может быть, кстати говоря, такая существенная роль католической церкви в странах Восточной Европы, и прежде всего Польши, такая сильная, именно потому, что вся организационная структура этой церкви была не подвластна коммунистическим руководителям этих стран. Она была выше их и дальше их. И если бы предположить, что русский патриарх возглавлял бы не отдельную, как говорится, автокефальную русскую православную церковь, а был бы всего лишь частью, допустим, константинопольской патриархии, то, может быть, тогда наша церковь играла бы ту руль, которую сыграла католическая церковь во время трансформации в Польшу. К сожалению, мы должны закончить. Я хочу вас поблагодарить. Аплодисменты. Продолжение следует... Продолжение следует...